10 октября им предстоит выступить на центральном стадионе в Сунже. В этот день в регионе отметят 250-летний юбилей единения Ингушетии с Россией. Подготовку к концерту танцоры начали еще две недели назад. На солистов ансамбля ложится самая важная миссия. Они откроют пролог и закроют мероприятие своей постановкой. Репетиция ансамбля проходит под зорким взглядом народного артиста Адама Имагожева, а выступает под музыку, написанную министром культуры Тымерланом Дзаитовым. На подготовку к масштабному мероприятию значительно повлияла пандемия. Сложности были в том плане, что физически нам было тяжело входить в форму, так как наше тело, просто как артиста балета тела, не привыкло к такому долгому отдыху. Поэтому при выходе на работу нам было физически тяжело. Но после недели, после двух недель работы над своим телом, физической работы тела, нам уже стало намного легче. Как отмечает главный режиссер государственного драматического театра, программа мероприятия совершенно новая. Это будет театрализованное, зрелищное представление длиной в два часа, где примут участие даже кавалерия и авиация. Там будут танцы, песни. В этом прологе, в самом подворье, там тоже шуточные песни, танец тоже исполняется актерами в театрах. Потом, после этого, там подписание договора, это все происходит с участием представителей царской России. На карете привозят, все поднимаются на сцену, их встречают наши старики. Так как мероприятие обещает стать масштабным, то маски и дезинфекция будут обязательным условием для гостей. Особое внимание уделят мерам безопасности во время проведения концерта. Установят металлодетекторы при входе и ограждение по периметру. За порядком также будет следить охрана. Обязательно на территории должны быть бригады скорой и МЧС. Хава Гайзикова, Магомед Дедигов, Новости 24.